Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Знаете, почему врачи раньше, ну, по крайней мере, я не знаю про всех сегодняшних, но в старые времена и всегда абсолютно говорили больному, что нужно таблетки, пилюли, лекарства запивать только водой? Не чаем, кефиром, компотом и так далее, а именно водой. И тут всё очень просто, хотя, казалось бы, просто, многие этого не понимают. Вода является универсальным растворителем. Растворителем. А любой напиток является раствором. Принципиальная разница в том заключается, что если между молекулами воды есть какие-либо другие вещества, примеси, то это уже раствор. И как растворитель раствор работать не может, поэтому вода удаляет яды, токсины, шлаки различные и так далее, растворяет вредные вещества и выводит из организма. Только вода способна на это. А если, как говорится, уже это раствор, невозможно. Поэтому я советую пить только воду. И как бы вкусно не было пить что угодно другое, поверьте, это только привычки. И привычки быстро меняются, даже если они сильно укоренившиеся. Ещё хочу привести такой пример. Вот доктор официально, это самый старый, долго живущий доктор на планете, по даже гимнусу. И прожила эта женщина 114 лет. Она была детским врачом, то есть педиатром. Что она говорила, эта мудрая женщина? Она говорила, что я сама пила только материнское молоко, ну это естественно. А потом только воду всю жизнь. Только единственное, что вода. Поэтому кто-то, если захочет сказать глупость, что вот, пили всё подряд и жили 90 лет. Вспомните женщину, которая жила 114 лет, и она говорила про то, что нужно пить только воду. Это правильно. Всё остальное – это извращение в той или иной степени. Что же касается физико-химических свойств воды, потому что вода должна быть не только чистой в плане химическом, но и обладать определёнными физико-химическими свойствами. Вот об этом посмотрите в моих видео многочисленных по воде и по приборам, меняющих физико-химические свойства воды. Обязательно изучите этот вопрос. Что касается других исключений. Травяные настои. Ну, конечно же, если есть какие-то лечения, фитотерапия, это наука, естественно, травяные чаи пить можно, если это необходимо, сборы. Но только я хочу здесь тоже сделать маленькую ремарочку. Если вам прописаны какие-то травы, и вы хотите их принимать, никогда не кипятите их, как рекомендуют шаблонно. Я рекомендую взять, нагреть воду до 70-80 градусов, нужную порцию сухих трав в смеси, кинуть в термос, залить этой водой нужным количеством и подождать просто в два раза дольше. То есть экспозицию, выдержку сделать в два раза дольше от рекомендованной при кипячении тогда. И питательные все вот эти лекарственные вещества вы получите. Ну и, соответственно, не получите частичное разрушение от температуры некоторых компонентов. То есть эффективность такого лечения травами, таким образом приготовленным, будет выше. Брусничная вода прекрасна. Ну, молоко, разумеется, не пейте. Вы уже прошли тот период развития своего индивидуального, это называется онтогенеза, да, период. Когда вы должны были естественным образом, как от природы положено любому млекопитающему животному, пить молоко своей матери. Ну а после молоко других видов категорически, конечно же, нет. Что касается всех последствий такого употребления, подробная аналитическая разборка. У меня есть три статьи и есть несколько видео на эту тему, они будут под данным видео. Что касается кофе, посмотрите мою лекцию кофе, вот эту. Она тоже ссылочкой будет под данным видео. Ну, в заключение, что хочу сказать. Скоро будет очень много интересных, маленьких, таких коротких видео, советов. Например, про то, какая пища совместима между собой, какая нет. Про соду. Интереснейшее видео, но оно будет более длинное. Ну и другие. Так что подписывайтесь, если захотите все это узнать. Кто еще не подписан на мой канал, ставьте колокольчик, напоминалку. То есть вам будет приходить уведомление, что видео вышло, и вы можете его просмотреть. Ну и ставьте пальчик вверх, так называемый лайк, если вам эта информация важна. Да, еще дам вам такой совет, что я понимаю, что люди слабы, но нечестно оправдывают свою слабость желаниями своими. Поэтому не идите на поводу желаний, верований, а оценивайте любую информацию критически, но только не через призму своих желаний, а разбирайтесь. Я объяснил, вода это растворитель, это естественно от природы, все остальное неестественно в той или иной степени. Но есть совсем вредные так называемые напитки. Разумеется, я сюда не только алкоголь отношу, который вообще не является питьем и напитками, хотя и люди это пьют. Так же, как пластик и окна не являются естественными и для жизни полезными, однако люди их ставят. Много чего люди делают неестественно, поэтому не спорьте, а просто, кто захочет, а просто вот, так сказать, разберитесь. Ну вот такой вам ценный совет, который поможет продлить вам вашу жизнь, сделать ее более качественной. Всего хорошего.